А это средства массовой информации и политики. Вообще курс политологии охватывает более двадцати тем, более двадцати. Ну вот одна из тем влияния средств массовой информации на политику. Ну вот средства массовой информации. Ну что к ним относятся? В целом, печать, телевидение, радио, видеозаписи. Любые формы и средства передачи информации. Иногда СМИ называют четвертой властью. Конечно, так оно и есть. Они играют громадную роль в жизни России. СМИ вошли в каждый дом, в каждую семью. Они, так сказать, существуют непосредственно с нами. Это важно. Ну вот уже говорят, что появляется даже не четвертая власть, а пятая власть. Власть знаний и науки. Власть знаний и науки. Сейчас общество переживает так называемую образовательную революцию. Да, давайте скажем, собственно, какие типы революции были исторические. Ну вот последние типы революции, которые наиболее затронули жизнь общества в целом в мире. Это сексуальная революция и образовательная или научно-техническая революция по-другому. Вот они изменили тип отношений людей друг к другу и к обществу в целом. Сексуальная и информационная революция или образовательная. Это важно. Далее. Основные функции средств массовой информации. Наблюдение за миром, распространение информации, редактирование, формирование общественного мира, распространение знаний о культуре. Далее. На сегодняшний день в политологии и в социологии, в общественной технологии появился такой термин, как «манипуляция сознания». Автор книги «Манипуляция сознания» наш отечественный политолог Карамурза. Сергей Карамурза. Крупнейший ученый современности. Вот он так и пишет, что все технологии современные, они построены на принципах манипуляции сознания. Это важно. Болгарский ученый Тодор Дичев. Он доктор медицинских наук, доктор философских наук. Вот он заявляет о том, что сейчас имеет место массовое программирование и зомбирование людей через средства массовой информации. Даже ученые говорят, что появился так называемый ген виртуальности. Происходит психотропный зомби. Психотропный. Это важно. Но средства массовой информации иногда рассматривают как оружие массового психопрограммирования. Да, это факт. То есть, было давно доказано, что психика наша, она способна к подражанию. Существует эпидемия, вирусы существуют информационные, существуют люди-вирусы, носители разных деструктивных идеологий, которые способны оказывать сугестивные методы воздействия на большой аудитории. Это важно. Кто контролирует СМИ, тот управляет государством. Вот такой хороший явится. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ